Для семьи Колесовых 3 декабря дата долгожданная. Покататься на двухэтажном поезде особенно хотела дочка Лена. И родители решили сделать ей подарок. Просто узнали, что будет такой рейс. И спонтанно взяли билеты. Специально, да. Едем посмотреть Москву на этом поезде. Места, конечно, выбрали на втором этаже и остались довольны. Полки мягкие, над каждой светодиодной лампой есть кнопка вызова проводника. На второй этаж ведет небольшая лестница с поручнями, довольно крепкими, с двух сторон. Всего 8 ступенек. Наверняка многим интересен вопрос, какая высота у потолков. Для примера, мой рост 165 см. Если вытягиваю руку, потолка я не касаюсь. В составе такого поезда 8 купейных вагонов. Есть места для инвалидов. Двухэтажные поезда – это замена устаревшему плацкарту. Разница в условиях большая, но существенно на стоимости билета это не отразилось. Цена билета минимум на 30% дешевле, чем в купейном вагоне одноэтажного исполнения. И она почти приближается к плацкартному вагону. То есть пассажир в качестве получает ненамного переплатив. Запуск таких поездов стал возможен благодаря поддержке государства. Из бюджета перевозчику частично компенсируют расходы. Поэтому цена билетов остается доступной. Вот такой пример сотрудничества правительства, компаний, банков позволяет реализовывать вот такого рода проекты. Мы в этом году реализовали с помощью нашей программы порядка 8 проектов в транспортном комплексе на общий объем около 85 миллиардов рублей. Направление Самара-Москва стало пятым маршрутом для двухэтажных поездов. Первый запустили еще в 2013 году. Если обычный поезд перевозит 400 человек, то двухэтажный в два раза больше. Мы существенно увеличиваем транспортные емкости для предоставления услуг железнодорожного транспорта. И на этой основе, в последующей этапе, мы будем работать по сокращению времени в пути между Самарой и Москвой. Двухэтажный поезд Самара-Москва будет ходить ежедневно. Время в пути 15 с небольшим часов. Валерия Макарова, Константин Головин. События.